Всем привет! Я вернулась таки из моего недавнего путешествия по Германии. И вот, что я вам обещала привезти. Чемодан. Ну, логично, что я приехала с чемоданом. Ничего удивительного в этом нет. Но смысл в том, что, как вы знаете, те, кто удобно, конечно же, смотрят уже мой канал, этот чемодан отправлял со мной в Германию практически полностью пустым. А сейчас он... забит. Я из Германии прибыть, целебных капсул привозить. Поэтому сейчас я открою чемодан, и мы вместе с вами будем смотреть, примерять и комментировать, что же я там накупила. Если вы еще не подписаны на мой канал, то лучше бы вам это сделать и подписаться. Тык. Включите в себя уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. И приступим. Сколько всякой фигни я купила в Германии. Ой, денежка-то. Евроцент. Евроцент. А это просто супер-мега-гига. Офигеть, какой спойлер одного из моих будущих видео. Да, я собираюсь снимать новую версию видео. Макияж детской косметики. Макияж детской косметики. И знаете, почему новую? Потому что два года назад на сорте моей изумительной ютуб-карьеры я снимала это видео с макияжем. Но тогда я не умела ни в фокус, ни в цветокоррекцию, ни в монтаж. Короче, я была начинающим блогером в полном смысле этого слова. Вот такой вот я себе купила худи на осень. На нем написано «Суббота». Саддэй. Да. На самом деле, изначально это, конечно же, худи. Но, опять-таки, из-за того, что рост мой не самый высокий в этом мире, для меня это как платье. Почти как вот у Арианы Гранды у меня стиль становится. Пацаны тоже постоянно носят вот такое, так что вот теперь я тоже буду учебы и нет. Вещь. Еще одна вещь, ради которой можно сказать, что я летала в Германию. Это вот такие вот адидасовские штаны. Я думаю, вы видели их, потому что достаточно модная нынче вещь. Весь инстаграм ими так или иначе уже с весны аж завален. Я искала, тут не нашла, но там нашла, поэтому купила. Они мне, правда, великоваты, потому что, наверное, это на рост явно больше, чем метра шизнищат рассчитано. Но, шо имеем, то имеем. В конце концов, всегда можно отрезать и подшить. Чтобы вы понимали уровень, как это будет подрезано и подшито, в один момент я возьму какие-нибудь тупые ножницы, сама отрежу и попытаюсь сама вручную зашить. А потом вся моя семья будет мне говорить, что все уже очень сильно потрачено. Но все стиль. Я. Я. Вот еще вот такие вот ананасики я купила в Германии. Смотрите, какие они желтые, классные, красивые, просто красота. Конечно, все, что я сегодня накупила, вы можете найти в интернет-магазинах. И, кстати, так будет даже гораздо выгоднее. Как получить максимальную выгоду, спросите вы. А я вам отвечу. Использовать кэшбэк-сервис. Кэшбэк – это сервис, который возвращает вам часть стоимости от ваших покупок. Можно я сниму гирлянду? Я что-то вообще забыла, что я в ней сижу. Главное – использовать надежный кэшбэк-сервис. И мегабонус – это тот самый надежный кэшбэк. Он возвращает до 40% от каждой покупки. Кстати, это максимально удобное расширение для браузера. Вот попробуйте сами и все увидите. Пользоваться им очень просто и очень удобно. Все, что нужно – установить, зарегистрироваться, зайти. Кстати, в браузере ты сразу видишь процент возврата. Ну, и дальше шопишься, как обычно. Кстати, мегабонус начисляет кэшбэк мгновенно с каждой покупки. Да, это работает по всему миру. И есть огромное количество вариантов вывести деньги. А мегабонус работает более чем в тысяче магазинах. Тут у нас и Алиэкспресс, и Букинг, и МВидео, и Асос, и Связной, и многое другое. Кстати, на Алиэкспрессе до 27-го числа будет распродажа. И вы можете наполнять корзину тоже до 27-го числа. Потом еще получать кэшбэк. В общем, начинай покупки с мегабонус. И ссылочка в описании. Вот такой вот набор для наклеивания ресниц. Я сразу скажу, у меня с ресницами накладными просто какая-то беда. У меня была короче история, представляете, я собиралась на мероприятие от NYX. Это была как раз аниме-вечеринка. Я села, крашусь за 4 часа. Крашу, делаю великолепный макияж. И под самый конец я решаю, что мне нужно наклеить ресницы. Я наклеила ресницы так, что мне пришлось смывать макияж с глаз и переделывать в основу. И что бы вы думали? Вы думаете, эта история меня чему-то научила? Я снова стала клеить ресницы. И опять зашкварила макияж. Обошелся мне этот набор в 9 евро. Ну, это очень-очень неплохая цена, учитывая, что здесь ножнички какая-то хреновина для ресниц, клея для ресниц, еще одна какая-то хреновина для ресницы. И, соответственно, сами ресницы и упаковка тоже входят в эту цену. Вещь, которую я не могла не купить. Нет, вообще я не планировала покупать ничего такого, потому что вы знаете, что я давний фанат накладных ногтей от фирмы Lime Crime. Но когда я увидела эти ногти, когда я увидела их цену, кстати, 2 евро, 140 рублей, плюс-минус, угу, я поняла, что надо купить-попробовать. Я попробовала. Я довольна. Вот, в целом, конечно, Lime Crime гораздо лучше, но Lime Crime стоят сильно дороже, а эти за 2 евро за свою цену просто, муа, лучшие, угу. А вот такую вот футболочку я прикупила специально для тельняшки. Как думаете, тельняшке она подойдет? Мне кажется, это прям вот чисто вещь в ее стиле. Мерить я ее, конечно же, не буду, телька померит. В общем, вот такая вот футболочка для тельки у меня. Я просто не ожидала, что у нас такая нежная любовь начнется с самого начала съемок видео. А-а-а, почему? Не снимаю. Все это за кадром обычно. Стоит ли мне что-то говорить на тему кофейных конфет или все и так понятно? Кэ, из фор кофе ман. А, из фор май акцент. Вот такой вот кофе. Это просто маст хэв. Если вы живете в Европе, бываете в Европе или где-то увидите вот это, и вы любите кофе, любите капучино, и вам по вкусу такое заведение, как Старбакс или Старбакс. Кстати, как вы говорите, Старбакс или Старбакс? Потому что все говорят по-разному. Вот я говорю Старбакс. Обожаю. Именно вот этот вот розовый. К сожалению, розовый был один, а еще там были со вкусом карамели и со вкусом шоколада, но они менее клевые, чем розовые. Короче, если вы видите, прям купите, я уверена, вам понравится. Семеначье. Не знаю, зачем я вам это показываю, но купила, вы должны видеть. А вот и еще одни семеначье. Опять-таки не знаю, зачем я вам это показываю, но смотрите. Купила себе вот такие вот помпоны на волосы для того, чтобы делать спейсбансы. Я знаю, что это продается в Москве, я знаю, что это продается в России, но где вы увидели за 70 рублей такие штуки? Кстати, очень хорошо качество, потому что у меня была еще одна упаковка, ну как, она еще осталась, я ее попробовала, они прям очень клевенькие. Вот, теперь я буду делать классные, объемные спейсбансы. Это, конечно, уже не совсем модно, а если быть точнее, то это уже не совсем модно. Ну, а вы же знаете, что мне на это все пофиг? Угу, поэтому купила. А это тебе кофточка. Мне кофточка? Что, у меня тоже из подарочек? Да, небольшая. Вот такая вот классная коробочка конфет. Тоже купила для того, чтобы отдать моей какой-нибудь подружечке. Выглядит очень клево. Даже не знаю, кому это достанется, но кому не достанется. Всем, я думаю, такая штука будет нужна. Это параллельные конфеточки. Эту вещь я не планировала покупать. Вообще не планировала, потому что я фанат духов под названием Montalpe, значит пафос, пэ, значит пафос на кице, в общем, вы понимаете. Но я увидела эту упаковку, и она меня просто подкупила. Сейчас я вам ее покажу, и вас она тоже подкупит, гарантирую. Я думаю, вы все видели такой голубой флакон, но как бы голубой это, конечно, круто, но когда он розовый, как это я могла не купить? Пахнет оно, кстати говоря, очень даже прекрасно. Очень кислотный, такой, я даже не знаю, химозный запах. Давид, как бы ты описал запах, который я сейчас источаю? Фу-фу пахнет. Что? Что ты сказал? Что ты сказал? Какой фу-фу-фу пахнет? Ну, в общем, это аромат фу-фу-фу пахнет. Если вам надо, то покупайте. Еще один набор желейных конфеток. Их я не буду пробовать, потому что их я уже пробовала, они просто вкусные, так что вот, живите с этой информацией. Тыквенные семки. Это, знаете, очень хочется, не смешно пошутить из серии «Семки есть, а если найду, а я найду». А, да, да, да. Да, спасибо, я рада, что ты посмеялся. Семечки, семечки, у-у-у, от солныши, челы, от сушмели. Вот такой небольшой подарочек у меня для Рины, помадного маньяка. Я, короче, нашла вот эту упаковку помад, и это не самые простые помады, это помады леденцы, так что вот, когда увижу Рину, ей подарю. Вот такая вот бандурка. С виду похожа на чехол. Что это по факту? Чехол-коробочка для кисточек. А еще я смогу их теперь переносить спокойно и не париться, потому что эта штука закрывается, и у вас получается такой кисточковый пенал. Это просто моя находка. Это тени от Карл Лагерфельда. Вы вообще знали, что они существуют? Я нет, я никогда не видела, не слышала. Это же кыца! Это кыца! Да еще и в очках, и с ошейничком, на котором буква К. Если я когда-нибудь выпущу свою линию косметики, я обязательно сделаю свою линию с упаковками в честь пафосной кицы. У меня будет самая пафосная кицевая косметика, точно вам говорю. Короче, я купила ради упаковки, пока я не тестировал, но в одном из моих видео вы, конечно же, увидите тест этой косметики. Смотрите, какие новые очередные белые кеды я себе купила. Мне они очень понравились, потому что они кожаные, потому что они с розовым элементом, и потому что, ну, просто понравились. Вот я и решила купить. Что, скажите, как вам? Нравятся, не нравятся? Конфетки со вкусом мяты. Я их еще не пробовала. Я увидела эту голубую упаковку, а там было плюс шорок жары, и я подумала, решила, что надо бы купить и отвезти домой в Москву. Есть вот такая вот штучка. Штучка-дрючка. Я не знаю, что это такое, я не знаю, что это за бренд. Я купила, потому что она выглядит мило, и почему бы и не купить? Вот вещь, ради которой я, мне кажется, в этот раз летала в Германию, это вот это. Это орешки со вкусом меда и соли. Просто первый раз, когда зашла в супермаркет, решила попробовать купить, потому что меня привлекла упаковка. Потом шла домой, не хотя открыла упаковку, попробовала, и я поняла, что со мной случилось что-то, что-то невероятное, что-то, чего до этого момента я не испытывала. Сочетание меда и соли оказалось просто богинистически божественным. Сейчас я это буду есть. Ну, вот. Моя прелесть. Как это вкусно. И вот такой вот укороченный кроп-топ футболочка. Мне она очень понравилась, по-моему, она выглядит очень-очень клево, ну, а вы, соответственно, мне скажите, нравится вам она или нет. Вы скажете, нафига тебе такой топик, у тебя такой уже есть. Ну, почти такой уже. А я вам скажу на это, что у меня он не один, у меня их целых два. Я человек, который любит одинаковую одежду. Тойлет. Просто туалет. Нет, ну а что, почему бы и не купить? Ну, на самом деле, это подарок. Угадайте, для какого блогера этот подарок. У меня есть еще один розовый такой же, и это тоже подарок. Как вы думаете, какие блогеры получат мне столь щедрые подарки? И напишите мне, как бы вы отреагировали, если бы кто-то из ваших друзей привез вам вот столь щедрые подарки. Для людей, которые не понимают моих шуток юмора, объясню. Я человек со своей спецификой, и мои друзья привыкли. Они бы удивились, если бы я не привезла им туалет. Зубная паста. Нет, ну а что, все чистят зубы. Нас с вами это объединяет. Ну, ты же чистишь зубы, я тоже чищу, и все, кого я знаю, чистят зубы. Поэтому я купила зубную пасту. Да, она выглядит прикольной, и почему бы ее не купить? Тебе что, совсем печально от моих не смешных шуток? Не, нормально. Нормально? В принципе, как всегда. А, как всегда, ну ок. Еще одни конфеты, на этот раз желейные. Что бы мне съесть? Ой-ой-ой, кажется, это банан. Желтые бананы растут на дереве, а дерево растет из земли. Да, ну я такое люблю, но сразу говорю на любителя. Бананы, бананы, вкусные бананы, очень я бананы люблю. Увидела вот такой вот офигительный, просто на мой чистый взгляд, ну вот как вам кажется, смотрится он на мне или нет? Купили бы себе такую вещь или не стали? Кстати, обязательно потом напишите в комментариях, что из этого всего вам понравилось больше всего, что вам понравилось меньше всего, и типа будет очень интересно, да, посмотреть, что бы вы точно купили, а что бы вы не купили вообще. Что ж, я надеюсь, что вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, обязательно подписывайтесь на мои другие социальные сети, на мой инстаграм и на мой ВК, я вас там очень сильно жду, кстати. И всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok